так утро туманная то есть все-таки мы везем с собой плохую погоду похоже к сожалению ну что делать это мы ее обгоняли погода становилась лучше солнечной жаркой вот но теперь вот видно что мы догоняем плохую погоду перевезем с собой и покидаем очередной мотель под лаконичным названием мотель я как погляжу самое распространенное название для мотелей впереди нас ждет злополучное батайское кольцо в котором пугают всех ну посмотрим как мы проедем его все а тут маленькая кнопочка есть я хорошо иметь работящую жену весь дом построила мне я гвозди такой скрываю подавать итак друзья 3 часть нашего путешествия третий день здесь будет третий день ночь и утренняя встреча с родными на мысе фиолент это крайняя наша . на ближайшее время подъезжаем мы к батайскому кольцу снимаю это я уговорю супругу усилия не показывать камеру гаишникам чтобы там снимаем ну ничего такого конечно в этом нету наоборот надо снимать нам просто думаю чтобы не раздражать доблестных инспекторов как уже говорил в российской области мне не понравилось как они себя ведут не красит это мундир или как называется китере правильно назвать все-таки тыкать и на матах разговаривать с участниками дорожного движения это неправильно какие бы там у тебя погоны не были власть какая-то итак батайское кольцо здесь по идее конечно не город поэтому надо бы справа ряда выходить на кольцо однако можно перестроиться перед самым кольцом в левый для удобства чтобы войти в нужный поворот вот сейчас мы едем именно правильно вот она лишь разметка она была тут сплошная сделали перерыве если вот они вот за это вот пошлою пацаны я поняла я я же поняла то есть по идее нужно держаться как можно правее на первый съезд но ты физически не можешь не перейти не пересек ну не проехав по сплошной вот сюда попасть то есть некорректная разметка да некорректно но вот там дальше стоят они они это место видят и гербанят раньше здесь была сплошная теперь сделали правильно затерли сплошную сделали пунктир на на самом деле это было несправедливо и неправильно брали кормушку так называемым все-таки гибдд это государственная инспекция безопасности дорожного движения не министерство по сбору плат особенно неправильных с участников дорожного движения температура воздуха уже ростовская области было очень высокая порядка 30 градусов это и радовало и с другой стороны для нас немножко непривычно тяжеловато не знаешь что делать то ли включать кондиционер то ли как-то не включать не включаешь так течешь просто включаешь продувают на машину нагрузка дополнительная так девушка я сейчас все сереже все и пробки не стояла нормально еще раз стояла да где у нас бабушка бабушка ехали это но не так Пробка, чтобы прям пробкой назвать. Чтобы попасть на платный участок, вот. Постоять пробочки еще надо. Чтобы денежки отдать. Что-то странно, вот везде так быстро. И тут главное столько полос. Столько полос деньги платить. И вот такая пробка все равно. Стоим в пробке на пункт оплаты. Непонятно, почему она такая образуется. Хотя много полос движения. Казалось бы, на всех должно хватать. Так, а ты, ты же не в объектив смотришь, а на экранчик. Между двумя глазами просто смотри, вокруг и в него так прятают. Как ты хочешь, видишь, операция такая в машине. Понятно. Проталось всегда. Дорога в Краснодарском крае также отличная. Скоростная трасса четырехполосная. Можно, конечно, по-другому проехать. Опять же. Но лучше так. И скорость выше, и безопаснее. Если что-то случится с автомобилем, можно вызвать специализированную службу. Номера этой службы на информационных стендах. Проезжая Краснодарский край, нельзя не купить эрбуз. Но мы решили это сделать. А то нам привозят непонятно что. Проверим, как здесь вкуснее или, может быть, еще хуже, чем у нас. Пошел. Не закрывай. Оставим кукурузом, кстати, поле. Можно кукурузу нарвать. На каждом шагу, что в Воронежской области, что в Ростовской, что в Краснодарском крае, вот такие сельскохозяйственные ярмарки. И соблазн очень велик чего-нибудь приобрести. Особенно цены невысокие. И есть надежда, что купят что-то хорошее. Но посмотрите дальше мое видео и увидите мой отзыв именно по этим ярмаркам. Грустная вороня, прямо тело веселая ворона. Оно многое станет понятно. И тебе не ловит мегурцы. Я до конца-то не досмотрела. Они улетели в солнце. Это кто тебе такой улетел? Вернулся папа с арбузом. Папа, тебе нравится. Надо сказать, что в Краснодаре мы немножко заблудились. Повернули не туда. Плюс еще ехали... У меня хотя и был навигатор в автомобиле. Однако все-таки основной мой путеводитель это еще старенький Атлас. И вот в Атласе жирно отмечена дорога на Крым через Анапу. То есть ярким цветом выделена дорога от Краснодара до Анапы. И от Анапы вот уже в сторону Крыма к Порту Кавказ. Мы так и поехали. Это, я как понял, неправильно. Дорога идет по горам. Уже ближе к Анапе теряешь время. Плюс мы в Краснодаре еще заблудились на отворотках. Но с другой стороны, немножко больше увидели, нежели если бы поехали на Темрюк. Но тем, кто хочет побыстрее, и кому не нужно в Анапу специально, нужно именно в Крым. Кто смотрит сейчас это видео, я скажу, что от Краснодара надо ехать на Темрюк. Будете ехать по уравнению. По ровной, хорошей дороге, хоть и двухполосной. Но на Анапу тоже на двухполосной. Проезжаем Краснодар. Ее родной Макдональдс пришли. Куда же еще прийти в Краснодаре? Ждем, когда быстро и вкусно приготовим. Вот сейчас мы уже подъезжаем к Анапе, солнышко садится. На самом деле, день был довольно тяжелый. Особенно, когда мы в Краснодаре заблудились. Нас вовсю наши родные ждали к вечеру. К вечеру вот этого дня из Камсадара мы сообщили, что проезжаем его. И нам говорят, ну все, к ночи вас ждем, часиком к 12 ждем. В Севастополе на мысе Фиолент. Стол накрыт. Все отлично. Вас ждем. И, честно говоря, очень хотелось приехать к вечеру. Я никогда не тороплюсь излишне. Особенно, если устал. Я за рулем один. Но иногда уже, когда несколько дней едешь, хочется уже куда-нибудь все-таки приехать уже. Путешествия по стране, по нашей, не перестаю удивляться огромным расстояниям. И как эта страна многообразна. Какой климат в нашей Вологодской области. Какой климат в Мурманской области. Или в Республике Карелия. И сравнить, например, Анапу, Сочи и вот Крым. Безусловно, это одна наша страна, единая. Но атмосфера вообще абсолютно разная. Разная жизнь. Образ жизни разный. Я первый раз, когда приехал, например, в Сочи, я был просто вообще в шоке, куда я приехал. Потому что все другое, все не так, как у нас. Вообще абсолютно. Сейчас темнеет, друзья. Ночью мы мало снимали. Но сейчас будет Крымский мост. Вы его увидите обязательно. Как мы ехали по нему. Конечно, грандиозная стройка. Грандиозное сооружение. Украинские друзья говорят, что скоро развалится. Вон, не знаю, есть основания полагать, что, наверное, все-таки не развалится скоро. По крайней мере, сам с собой. Камера на 40, 80 метров. Камер нет? Нет, не знаю. Все не видно ни хрена. Там вот фотоаппарат ничего не передвинет. Давай, готовь. Здесь может еще будет пролет. Да не снять. Где снимать? Я говорю, может в любой момент выхватить. Ты наизгон. Слушай, на дорогу смотри. Не надо мучаться. И вот оно, подъезд к Крымскому мосту. Тут в темноте особенно не понимаешь, над морем ты идешь или по суше. Дорога хорошая. Трасса скоростная. Грандиозное сооружение. Дочка у нас уснула. Очень хотела мост посмотреть, но не выдержала дороги и просто захрапела. Трасса скоростная. Трасса скоростная. ispiel. Хорошо. Субтитры делал DimaTorzok 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 Сейчас эту верхушку увидим Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok 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 Вот такая вот заправочка Необычная Мобильная заправка так называемая Кстати было очень холодно Вот мы даже расстроились приехали Прямо дубак самый настоящий был Ну уж испугались Неужели так и будет дальше Встретились земляка на ховере У меня 35 регион И у него И машины почти одинаковые Ну что сказать Трасса конечно еще не достроена Трасса Таврида Ехать очень тяжело А вот эта заправка уже под Симферополем Рябит в глазах Столбиков много постоянно Особенно на третьи сутки и ночью Практически всю Тавриду мы проехали ночью И просто у меня уже совсем сил не было Решил немножко поспать Ну это уже Наверное 5 утра Проехали Симферополь И направляемся в сторону Севастополя И мы Софиалент Были мы здесь в этом месте Последний раз В тринадцатом году как и говорил Дорога была совсем другая Где-то построена Где-то строится Вообще Дорога среди гор для нас Северных людей Она необычна И вот цвета вот сами Все вот Для меня вот лично Это все так вот В диковинку Грунты вот разноцветные Такие яркие У нас такого нет Камера не передает Все впечатления Поэтому поезжайте друзья Куда-нибудь в Крым И будет вам счастье Я имею ввиду хотя бы отдохнуть Все мы любим Свою родину Малую Но я понимаю Иногда тех людей Которые вдруг Решили все бросили И переселились куда-то Строительство идет полным ходом Строительство идет полным ходом Я это место прекрасно И я вообще рад Что все таки побывал В момент строительства А не после него То есть я был до строительства А во время него Как раз здесь Плохо Ну и вот мы совсем близко уже К Севастополю Близко уже к Инкерману Другие были Но вот это было Требина Вот Требина Вот здесь Бросили стройку И вот Типа выступал Путин Говорит что надо Вот это делать Видишь они очень долго строятся И перерабатывают Воды Викины процессор Красивые Костерочные Красивые Продолжение следует... 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 Продолжение следует...